На июльской сессии Одесского городского совета было принято несколько скандальных решений, которые возмутили одесситов. Одно из них – решение о землеотводе под строением кинотеатра «Вымпел» для постройки на его месте торгово-развлекательного центра. Все бы ничего, да вот только Костусев, сотоварищи отдали под застройку всю территорию прилегающего сквера. Если решение будет реализовано в Киевском районе, который и так не изобилует зелеными насаждениями, на одну зеленую зону станет меньше. Активисты движения «Генеральный протест» призвали неравнодушных одесситов прийти в субботу к кинотеатру «Вымпел» и высказать свой протест против одиозного решения июльской сессии. Людей пришло достаточно много, как представителей различных общественных организаций, депутатского корпуса, так и простых одесситов, многие из которых живут по соседству с кинотеатром. На раскачку много времени не ушло. После нескольких коротких выступлений одесситы ринулись крушить забор вокруг здания кинотеатра. Стоит напомнить, что этот самый забор стал едва ли не главным аргументом, из-за которого под строительство развлекательного центра было отведено земли почти в пять раз больше, чем занимает само здание кинотеатра. Пора ситуацию в городе возражать правовое русло. Решение городского совета надо исполнять, законы надо исполнять, рекреационные территории нельзя сейчас переводить в любое другое назначение. И то, что здесь происходит, я считаю, что это восстановление регистрационного порядка в отдельно взятом городе. Потому что то, что происходит с этой землей в частности, никаким законностью, никаким порядком тут даже и не пахнет. Мне этот парк очень дорог, потому что гуляю с внучками. И, естественно, я не могла не выразить своего мнения по поводу этого, чтобы сохранить парк, чтобы за зеленую зону. Пора уже править духом, а не брюхом. И думать о народе. Мы за то, чтобы импел не сносили. Вообще здесь никакой стройки не было. Мне надо с ребенком гулять, допустим. Зеленая зона здесь очень далеко находится. Я хочу подчеркнуть одну деталь. Костусев, когда пришел к власти, говорил, что он хочет войти в историю как Крышелье, как граф Воронцов. Мне кажется, что Костусев войдет своими действиями в историю как самый крупный вор города. Представители различных политических сил и общественники считают, что если власть не поймет мнение людей, высказанное таким неоднозначным способом, и не отменит свое решение, то депутатам и чиновникам на Думской стоит ожидать новых акций протеста. Более масштабных и решительных. Стоит заметить, что в свое время одесский городской голова Алексей Костусев принял мораторий на застройку земли. Зеленых зон в Одессе. Его решения приветствовали. Но Алексей Алексеевич, похоже, повел себя как в избитой и обидной шутке. Парень, хозяин своего слова, слово дал, слово забрал. Спустя два с половиной месяца сессия городского совета дает зеленый свет на застройку сквера. Сквер – это даже не зеленая зона, это сквер. Он имеет официальное решение городского совета. Я больше не надеюсь и сейчас на городскую власть, а на центральные органы власти, на генеральную прокуратуру. Поскольку прокуратура уже вносит протест по этому поводу и выносила на сессию. Я думаю, что такие действия просто должны не принудить, а, наверное, просто показать, что надо действовать активнее и быстрее, не доводить до таких вот акций. На акцию протеста вышли и молодежь, и убеленные сединами пожилые люди, и самые маленькие одесситы, которые тоже поучаствовали в акции протеста. Верните нам парк. Нам негде играть. Давайте вместе построим новый парк, чтобы было больше места и больше где играть детям. Мэру и депутатам хочется задать один вопрос. Прислушаемся к просьбе, оставим? А может быть, построим вместе новый парк? Анатолий Косин, Евгений Войтенко, Татьяна Сарнацкая, телекомпания «Круг».